Мы будем разбираться. Хотелось бы дополнить? По удивительной случайности у него с бизнесом во время своего управления все сложилось замечательно. И тоже по удивительной случайности его после того, как он уже перестал быть президентом, когда неприкосновенность вроде как спала, его не привлекли к ответственности. Максимум, что тогда ждала Петра Алексеевича Порошенко, так это то, что его игрушками закидали ваши соратники мягенькими. Ну, на жаль, вы ж не пересмыкуете это питание свинарчуків, найголовніше, и кранежок на армійському оборонному бюджете. Конечно, конечно, в котором непосредственно в честь вопросов, поэтому закон о языке сделали государственные преступники, враги Украины, которые хотят расколоть нашу страну, сделать ее максимально слабой для того, чтобы из-за границы навязывать нам волю свою. И мы сейчас это видим на примере МВФ, на примере других примеров, ярких примеров. И получается, когда мы собачиться начинаем на вопросе языка, ничего лучше для коррупционеров, для воров и заграничных хозяев уже, по сути, нету. Потому что у нас, например, приняли закон о земле, и сейчас государственную собственность, землю 11 миллионов гектаров. Сейчас вывели в коммунальную и передали на громады. И сейчас местные громады, ОТГ, своими решениями эту землю отдают по 2 гектара, а потом эти 2 гектара начинают переходить в частную собственность. И этот процесс запущен. И это говорит о том, что суверенитет Украина теряет. И я, как патриот своей страны, я вот, например, не могу понять, почему мы еще на низовом уровне, на уровне обычных людей, еще не смогли объединиться и договориться между собой. Неужели непонятно, что специально ввели такой закон штрафы за русский язык, за то, что человек использует русский язык в сфере обслуживания даже. И этим всем процессом нас... Я вас поздравляю, не штрафы за використание русских промок. Я вам говорю за то, что штрафы в сфере обслуживания конкретно сделали даже институт, мол, на вам, будь смой, на нарядили этого чудака полномочиями и так далее. И понимаете, в чем дело? Мы пока занимаемся вот этой ерундой, его просто, конечно же, закон надо отменить, этого умовного муцвена выгнать поганой метлой. И заняться реальными серьезными проблемами, проблемами экономики, проблемами внешнего воздействия, управления, кредитным ермом, которое нужно каким-то образом скинуть. А без объединения народа кто этим будет заниматься? Порошенко? Или может Ахметов? Или может еще какой-то, знаете, у нас человек, у которого сильно много денег. Кто конкретно задумается за то, что сейчас в частную собственность попадает миллионы гектаров нашей украинской земли? И это только один элемент конкретно тех негативных процессов, которые происходят у нас в стране. И что? То есть, ну, где смысл в этом всем? То есть, это, понятное дело, бомба, которую заложил Порошенко и такие, как он, те люди, которые стоят за этим персонажем, чтобы ослабить нашу страну. Ну и, понятное дело, когда вот у нас происходит дискурс и... А предумовенность, она была цельна, скажите? Чуть ли не готовая такая ситуация для такой постоянной, большой, полномасштабной гражданской войны. Что может быть лучше для вот этих воров, которые обворовывают нашу страну? Я, например, не понимаю. И также я не понимаю, почему мы действительно сейчас вот позволяем такой ситуации у нас в Украине происходить и дальше. Потому что у нас вот, получается, интересная ситуация, когда под офис президента люди готовы выходить с протестами. У нас на Майдан выходить, да ради бога, хоть каждый день. А вот выйти под офис какого-то олигарха, почему-то тяжело. Выйти, например, под офис фонда ведрожжения, о, тоже тяжело. Ну и так далее. То есть много вопросов, на которых нет ответа. И я надеюсь, что украинцы... А вы выходите под офис олигархи? Я надеюсь, что украинцы в скором времени все-таки... Вы выходите? Подождите, вы дайте мне договорить. Ну, потом доставить ответ. Конечно. Окей. И когда получается сейчас такая ситуация, когда вроде как надо объединяться, нас между вместо этого законом о языке, законом про новую церковь, закон про Томас какой-то там отдельный для Украины, потому что, видите ли, старый был плохой. И мы видим постоянные скандалы, постоянное желание стравить нас. И, конечно же, в такой ситуации сложно каким-то образом действительно сформировать ядро, которое может этому всему противостоять. Потому что на стороне народа только правда, а на стороне этих персонажей только деньги. И вот такая ситуация у нас в стране происходит, что тяжеловато с тем, чтобы действительно нормальным количеством людей здесь противостоять этой истории. Против рынка земли мы частенько выходили. А вот давайте на заразах. Под офис президента и так далее. И под прочие издания. И я понимаю, что для того, чтобы выйти под офис, например, нафтогаза того же, для того, чтобы выйти под офис олигархов, я думаю, что все-таки нужно нам объединиться. В том числе с разными людьми, несмотря на наши некие разногласия по вопросам даже языка. Ну и что вы патриот?